поляков и решили системе дать выходной. О том, как прошли выборы и к чему это привезет, расскажет польский политик, председатель партии «Фронт» Кшиштоф Толвинский. В свое время он занимал должность заместителя министра финансов в правительстве «Право и справедливость». Был вице-маршалком подлятского воеводства, соседствующего с Гродненской областью. Белорусская деструктивная оппозиция прозвала его скандальным польским политиком. Кшиштоф, здравствуйте. Расскажите, как прошли выборы в это воскресенье в Польше и что значит беспрецедентная явка в 74%? Почему такая явка? Это хорошо, это сулит хорошие новости о состоянии нашем, скажем так, не демократии, а гражданской ответственности. Но такая явка вызвана тем, что люди заметили, что что-то не так, что в общественной жизни в польской политике много проблем, что поляки инстинктивно чувствуют, что есть угрозы. Возможно, они не могут этого определить, потому что ими манипулировали с помощью пропаганды, тратившей десятки миллионов долларов. Но явка показывает, что поляки стали интересоваться политикой и они, конечно, заметили, что есть угрозы. Здесь польская демократия ничем не отличается от американской демократии, потому что возможность терроризировать парламентариев и шантажировать их — это механизм западноевропейских демократических систем. И несомненно, что право и справедливость имеют такие крючки для депутатов от гражданской платформы, от польской крестьянской партии, я подозреваю, от левых и конфедерации. Вот и здесь, в Польше после этих выборов начинается массовый политический хаос. Конечно, этот политический хаос, безусловно, вызван неспособностью нас, поляков, понять наш электорат. Но, скажем так, в Польше политический хаос нужен нашим руководителям — лицам, принимающим решения, и он постоянно указывает на то, что это американцы, это их институты и службы. Почему? Потому что Польша, находящаяся в политическом хаосе, является легко управляемой страной. А в связи с тем, что Польша потеряла свой политический суверенитет, а политический суверенитет направлен на центры службы и институты США, следовательно, чем больше политический хаос, тем легче использовать поляков в очень важный момент в мире, в котором мы находимся для достижения целей Соединенных Штатов в Европе. А Европа сегодня стала фундаментальным инструментом в политике США. Поэтому, скажем, Польша получает статус американского мальчика, такого американского мальчика, который должен все делать. И, если честно, здесь США очень рассчитывают на новую, так называемую, оппозицию — новое правительство, гражданской платформы, левых и так далее. Потому что предыдущий американский мальчик, каким была право и справедливость, был, скажем так, достаточно бунтующим. И особенно электорат, стоящий за правом и справедливостью, который был непредсказуемым. Поэтому новое правительство, которое будет сформировано в рамках гражданской платформы, крестьянской партии, то есть либеральное, будет более популярным. Это будет мальчик, который будет точно следовать инструкциям США. Тем более, что мы все знаем, что сегодня Соединенные Штаты ведут великую войну, великую битву за господство над душами европейских стран и господства на европейском континенте, в том числе Российской Федерации и Республики Беларусь. Они об этом мечтают. Как, на ваш взгляд, поляки относятся к противостоянию России и Украины? Готовы ли они продолжать снабжать Украину оружием? И самое главное, изменится ли что-нибудь после обновления правительства? Следует отметить, что, во-первых, до того, как право и справедливость пришли к власти в Польше, на первых выборах в 2015 году, уже в 2013-2014 годах в США начали действовать различные типы центров влияния на это политическое образование. Через отдельных политиков, обучения, влияние – это такие внешние центры, которые уже влияли и направляли это формирование. И я говорю это не из теории, я говорю это из своего опыта, из практики, потому что я в это время был в политкомитете, в полицовете права и справедливости, и это было заметно. Это мое личное ощущение и ощущение многих политиков, членов парламента того времени и политиков права и справедливости. И есть центры, которые за нас решают, и на самом деле от нас мало что зависит. Так, когда в 2015 году в польском парламенте в качестве правящего образования утвердилась партия «Право и справедливость», влияние США через отдельные институты было просто невероятно заметно. Интересы США преследовались, и тут очень важно следующее соглашение. В 2016 году был создан проект расширенного соглашения между Республикой Польша и Украиной в военно-экономической сфере. Это соглашение казалось мертвым актом. Только в 2018 году он был ратифицирован, а в 2019 стал юридически обязательным. Его подписал президент, учитывая интересы США на Украине и подготовку к войне, конфронтации с Российской Федерацией. Обратите внимание, что этот пример иллюстрирует, насколько дальновидной была политика Соединенных Штатов. То есть уже в 2016 году говорилось, что в случае конфликта на Украине поляки должны предоставить оружие, медикаменты, топливо и так далее. То есть какая бы война ни началась на Украине, даже вне структуры НАТО, это бы означало, что польский народ становится стороной конфликта и стороной, поддерживающей Украину, в том числе и в обучении. Так что именно то, что происходит сегодня, было запланировано заранее. И не важно, какой министр в Польше, какой премьер-министр, вице-премьер, все будет так, как пожелают США, самый верный союзник. Вкупе с тем, что нам отведена позиция троянского коня в так называемом Европейском Союзе. Потому что там, где это было не в интересах Евросоюза, поляки, польское правительство всегда было на стороне американцев. Нужен ли мир Вашингтону в славянском мире? На постсоветском пространстве нужна ли в конце концов победа Украины? Нет. Важен хаос. И это не только мое мнение белорусского журналиста, но и польского политика. А значит, белорусам и полякам есть о чем говорить. Если без американских посредников. Есть о чем говорить и с Украиной, но без американских кукловодов. А я предлагаю посмотреть небольшое